МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глубоко уважаемые участники конференции, мы сегодня выслушали много интересных докладов, и в том числе касающихся имеющихся проблем здравоохранения. Но в любом случае все можем отметить, что в нашей стране предпринимаются большие усилия, направленные на совершенствование управления качеством и эффективностью медицинской помощи. Здесь есть и измеряемые, и заслуживающие внимания достижения, есть и нерешенные проблемы. Управлять процессом повышения качества и эффективности медицинской помощи без качественного обучения соответствующих контингентов невозможно. Однако в последние десятилетия выступлениях руководителей различного уровня периодически появляется фраза о низком качестве последипломного образования врачей. Первоисточник ее не назван, но эта информация продолжает переходить из уст в уста, как обязательный компонент речей о проблемах здравоохранения. Учитывая то, что некачественность последипломного образования необоснована доказательными данными исследований, этот информационный спам, безусловно, необходимо изживать. Но, во-первых, он является вредоносным для здравоохранения в целом. И, в частности, для формирования кадровых резервов он дискредитирует систему последипломного образования и многолетний труд тысяч преподавателей. Так почему же возникают подобные неправомерные смещенные акценты? По материалам массовых опросов населения, более половины респондентов считают неудовлетворительным состояние дел здравоохранения. Отмечается также снижение уровня престижа профессии врача. Диапазон отрицательных высказываний колеблется в пределах от плохо до катастрофически. Система здравоохранения и ее руководители подвергаются массивным негативным информационным атакам. И хотелось бы обратить внимание научного сообщества управленцев на то, что причины рождения таких оценок многосложны, комплексны и не всегда связаны с неудовлетворительными результатами деятельности системы здравоохранения и образовательных организаций. Дело в том, что в стране, как и в мире, идет процесс постарения населения с соответствующими его последствиями для общества и системы охраны здоровья. На этом фоне происходит рост общей медицинской культуры населения, что существенно повышает значимость здоровья, цену человеческой жизни в целом и соответствующей потребности населения. Растет информированность людей о возможностях современной медицины, лекарственных, инструментальных технологиях лечения и профилактики заболеваний. И, наконец, система здравоохранения разворачивает свою деятельность в диапазоне противостояния жизни и смерти, в котором, по законам природы, конечную победу торжествует смерть. В таких обстоятельствах трудно ожидать одни благодарности в адрес медицинских работников. Перечень можно было бы продолжить. По всей вероятности, в наши дни отмечены факторы, усиленные отраслевыми управленческими недостатками и сопровождаемые низким уровнем финансирования, дают своеобразный кумулятивный эффект, который выражается в размерах недовольства граждан деятельностью системы охраны здоровья населения, перекладывание этого недовольства на систему медицинского образования. Парадоксальность ситуации заключается и в том, что негативные оценки общественного мнения деятельности здравоохранения растут на фоне серьезных позитивных изменений в состоянии здоровья населения страны. и очевидных успехов в модернизации отрасли. Сегодня актуален вопрос о том, кто и как измеряет качество образования. Какие индикаторы могут явиться информативными? Как правило, при оценке качества в любой области предпочтение отдается мнению потребителя. Нашими потребителями непосредственными являются руководители здравоохранения. Я имею в виду ту кафедру, которую я руковожу, кафедра общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Казанской государственной медицинской академии. И на базе кафедры, после прохождения циклов повышения квалификации, мы опрашиваем каждого обучившегося, они заполняют анкеты, в которые отмечают уровень качества педагогической деятельности преподавателей. Анализы этих материалов показывают, что обучившиеся дают высокую оценку качества педагогического процесса, а органы управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, направившие этих руководителей, тоже бывают удовлетворены работой кафедр и направляют благодарственные письма в адрес образовательной организации. То есть потребители довольны. Но этого недостаточно. Необходимо создание добротной концептуальной основы, общей методологии оценки качества медицинского образования, и в частности, после дипломного образования руководителей здравоохранения. И нужно научиться измерять его количественно. Без этого любые формы оценок качества будут носить преимущественно субъективный характер. А непременным условием количественного измерения качества является рациональный подбор индикаторов качества и установление для каждого индикатора его весовой значимости. Нам видится, что эта ответственная работа должна выполняться профессионалами с высоким уровнем компетентности. Конечно же, с привлечением руководителей практического здравоохранения, имеющих известный творческий потенциал. При несоблюдении отмеченных условий экспертизы конечные ее результаты окажутся как минимум дискуссионными. Что касается после дипломного образования руководителей здравоохранения, то его качество желательно оценить на следующих уровнях, которые хотелось бы вам озвучить. На уровне обучающихся, непосредственных потребителей образовательных услуг, где эталонам следовало бы считать размеры превышения ожиданий слушателей относительно качества педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава, адекватности, полезности отдельных разделов учебной программы с точки зрения повышения профессиональной компетентности руководителей здравоохранения. На уровне основной кафедры, где осуществляется повышение квалификации, данная кафедра обеспечивает максимально возможную вовлеченность педагогического и учебно-спомогательного персонала в повышении качества учебного процесса. И для реализации этих задач крайне необходимо использование соответствующих постулатов системного и процессного подходов к менеджменту качества. На уровне учебного заведения здесь к оценке качества педагогической деятельности желательно подключать производственные характеристики всех структурных подразделений, имеющих отношение к обеспечению учебного процесса. Это управление, библиотека, организация питания, транспорт, общежитие и так далее. Следующее – это уровень территориальных органов и практического здравоохранения, откуда были направлены на учебу руководителей здравоохранения. И основными критериями для оценки качества педагогической деятельности на этом уровне могут быть использованы уровни динамика наиболее существенных показателей здоровья населения и эффективности функционирования медицинских организаций по соответствующим показателям. На основании указанных фактических материалов возможно определение веса системы дополнительного образования руководителей здравоохранения в решении общих проблем охраны здоровья населения на конкретных территориях. Без подобного рода расчетов разговоры о повышении или снижении качества подготовки врачей в системе дополнительного профессионального образования теряют системность и всегда будут базироваться только на отдельных легкодоступных критериях, лежащих на поверхности. Хотелось бы специально подчеркнуть, что оценка качества педагогической деятельности кафедр и вузов системы последипломного образования медицинских работников более сложна, чем кажется с первого взгляда. Дело в том, что из-за методических сложностей и отсутствия необходимой информации исследователи пока еще недостаточно углубляются в анализ таких индикаторов качества, как, например, дополнительное образование врачей, в том числе руководителей здравоохранения, как источник социально-экономического развития, гармонизации социальной напряженности в обществе. И основа инновационного развития системы охраны здоровья населения. Роль данной проблемы в позитивном изменении социально-профессионального статуса, а также социально-экономического положения медицинских работников. Значимость ее с точки зрения накоплений инвестиций в человеческий капитал, приносящий не только более высокий личный доход владельцу, но и постоянно формирующийся кумулятивный потенциал, повышающий эффективность работы и обуславливающий в конечном итоге общее благополучие самого владельца данного капитала и его близких. Разработка и внедрение в обычную практику вышеописанных подходов к оценке обучения руководителей здравоохранения создадут надежную основу для объективизации оценки качества системы дополнительно профессионального образования врачей, в том числе руководителей здравоохранения, а также совершенствование управления данной системой с использованием максимально возможных диапазонов критерий «Результат затраты». Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова